Сортировка автоматизированная, но все же не без людского труда. Кто две недели назад знал, что у кого-то из сотрудников нового логистического центра логистика окажется своя. Проходя через них посылки с дорогостоящими телефонами и планшетами до адресатов уже не доходили. Мы находимся на территории логистического почтового центра Казани. Внутрь журналистов пока не пускают. С ночи здесь работали оперативники, сейчас продолжается следствие. Уголовное дело возбуждено о краже в особо крупном размере. Вот попросили выбить. Кто попросил? Вот водитель. Кто еще попросил? Там еще. Быстро кто попросил? Я именно не знаю. Нескольких сотрудников поймали с поличным около 7 утра по дороге в Казань. В ходе осмотра оказалось в кузове автомобиля лишний мешок, которого нет ни в одной накладной. Других подозреваемых задержали уже на рабочих местах. Как установили полицейские, сотрудники почтового центра осматривали все поступающие посылки еще до их регистрации, отбирая наиболее дорогостоящие, пользующиеся спросом. На вторичном рынке платшетные компьютеры, смартфоны, комплектующие компьютерной техники, а также другую электронику. Их складировали в укромном месте, а раз в неделю вывозили почтовые машины вместе с отправлениями, предназначенными адресатом. Затем товар продавали в интернете, сообщает в МВД. Пока речь идет об ущербе в 2 миллиона рублей. В схеме по предварительным данным участвовали начальник смены, сортировщики и водители. Все виновные будут уволены с предприятия, в отношении их руководителей будут приняты строгие меры дисциплинарного характера. Для недопущения подобных ситуаций в будущем руководством филиала приняты меры по усилению безопасности пересылки отправлений. Сегодня центр обслуживает 12 миллионов жителей, поставляет почту и посылки в 3,5 тысячи отделений. Теперь здесь намерены усилить внимание и к кадровому вопросу. Лена Изнатольевна, Амир Залюшев, ТНВ, Лаишевский район, Казань.